На самом деле здесь важно понимать, что если компания представляет собой некий локальный бизнес, который в первую очередь обслуживает Казахстан и ведет свой бизнес в Казахстане, он понятен своим казахстанским клиентам, то мы очень хотим и делаем все для того, чтобы этот бизнес действительно искал финансирование в Казахстане. Всегда для любого городского проекта, для любого бизнеса крупного в Алма-Ате проще будет привлечь деньги у тех людей, которые сталкивались когда-то с его продукцией, которые, не знаю, пользовались их услугами, продуктами, которые торгуют с ними, которые знают об этой компании. Безусловно, когда речь идет о выходе на глобальные рынки капитала, то стоимость выхода на IPO, на Нью-Йоркскую фондовую биржу объективно может превышать миллион долларов просто за счет аудиторских издержек и за счет того процесса, который должна проходить компания. Это может занять иногда несколько лет подготовка этого IPO. Выход небольшого проекта на казахстанскую фондовую биржу реально стоит существенно дешевле. То есть здесь и сам процесс займет существенно меньше времени. То есть по нашим оценкам, если компания уже представляет собой акционерное общество, если там не нужно каких-то внутрикорпоративных реструктуризаций делать, если компания уже прозрачно ведет всю свою деятельность, платит все налоги, показывает какую-то прибыль, имеет понятную программу, то мне кажется, там вполне можно управиться за квартал со всеми техническими процедурами. И стоить это будет, ну, скорее десятки тысяч долларов, но никак не миллионы. И сумма эта может оказаться весьма небольшой. А брокеры как могут помочь выйти на IPO? Ну, собственно, это и есть работа любой инвестиционной компании, инвестиционного банка какого-то, который выводит компанию. Потому что именно мы ставим свой штамп, грубо говоря, на проспект эмиссии в рамках подготовки листинга. То есть мы ведем компанию к этому процессу. То есть мы в любом случае, компания, если выходит на биржу, она должна обратиться к профессиональному участнику, который будет готовить все документы, который будет взаимодействовать с биржей. И что самое главное, то, что мы пока очень редко видим пока в Казахстане, но та культура, к которой мы призываем у всех наших брокеров, и мы хотим, что самое главное, показать, что это может реально работать, заключается в том, что мы сейчас для Баста являемся реальным интерайтером. То есть мы не просто их упаковали для того, чтобы вывести на биржу, мы их реально продаем. То есть мы тратим свои силы, время и все свои усилия для того, чтобы всем нашим 20 тысячам клиентов рассказать об этой компании, рассказать о тех потенциалах, которые есть, о том, сколько можно на этом заработать, попытаться их убедить в том, что действительно может быть классная инвестиция, в которую мы точно так же с удовольствием готовы делать, как то, что мы предлагаем своим клиентам. И в этом и есть ценность брокера. То есть не только в том, чтобы в документах порядок навести. Слава богу, у нас не такие высокие требования, они вполне разумны и посильны для любой средней компании. Самое важное, это потом еще найти покупателя на эти акции. И вот здесь мы тоже, нашу роль нельзя недооценить. Нельзя недооценить роль того, кто умеет профессионально этим заниматься. Рустам, цена на медь на мировом рынке снижается на фоне замедления экономик Китая и Индии. К чему готовится БАСТ, как просчитали риски, есть ли резервы компаний, которые позволят выдержать эти колебания на рынке? Вы знаете, текущие колебания, конечно, это не есть самый оптимистичный сценарий для нас. Но тем не менее, операционная себестоимость добычи тонны меди, тонны медной руды, добычи и переработки у нас достаточно низкая. У нас есть хороший запас прочности в районе 30-40% еще от текущей цены на медь. Таким образом, у нас есть определенный комфорт в том, что даже если эти колебания продолжатся, то мы сохраним достаточно здоровую маржу доходности. При этом насчет замедления Китая, безусловно, его нельзя не отметить. Но нужно учитывать другой немаловажный факт. Дело в том, что китайское правительство обладает достаточно существенными резервами, которые они вливают достаточно активно в китайскую экономику. Прежде всего, через инфраструктурные программы. К примеру, принята инфраструктурная программа, пятилетняя, об инвестировании одного триллиона долларов в инфраструктурные проекты. Инфраструктурные проекты – это, прежде всего, использование меди и, в некоторой степени, никеля. Это огромный спрос, огромный спрос на эти металлы. При этом, говоря о Индии, нужно отметить, что как раз-таки в экономике Индии все намного позитивнее, чем в Китае. Ну, я имею в виду в плане тенденций. К примеру, мы видели очень здоровый рост ВВП. За последние два года рост ВВП увеличился на 2%. По-моему, в прошлом году он составил 7,5% благодаря хорошим рыночным реформам текущего правительства. Почему это важно? Потому что Индия, как мы все знаем, более бедная страна сегодня, чем Китай. И она только начинает заходить в тот этап, когда потребление металлов на душу населения увеличивается в разы. Оно начинает увеличиваться по экспоненте. То есть доля урбанизации начинает расти, количество проживающих в городах людей увеличивается. Соответственно, спрос на арматуру, спрос на бытовую технику, на автомобили начинает расти по экспоненте. Соответственно, мы считаем, что в ближайшем, в этом десятилетии мы увидим огромный скачок спроса именно с этого региона. Рустам, вы в отличие от некоторых компаний, которые в условиях небольшой конкуренции или понижения цен на их товар впадают в панику и просят господдержки сразу же. Госпрограмм, срочных финансирования, субсидий. То есть, я так понимаю, как у любой хорошо поставленной компании, у вас есть резерв, который позволяет вам подобные на рынке потрясения переждать, пережить своими внутренними ресурсами, правильно? Конечно же, от субсидий мы никогда не откажемся, естественно. Но, тем не менее, к панике мы не предрасположены. Я думаю, что ключевая задача для нас сейчас это достичь финансовой стабильности, а эта задача решается запуском этой фабрики, финансирование на которое мы уже, можно сказать, привлекли с помощью Freedom Finance. С точки зрения дальнейших колебаний на цены, мы чувствуем большой комфорт, потому что у нас заложена уже на сегодняшний день хорошая маржа доходности. Технологически мы работаем с лучшими специалистами в плане технологических регламентов, с лучшими горниками, инженерами. Я думаю, что... И также очень важно отметить для всех, что в отличие от строительных компаний, банков, горнорудные объекты – это актив, который может не работая стоить каких-то денег. В самом представленном себе апокалиптическом сценарии, что если цена на медь упадет до нуля, ну это, конечно, очень гипотический сценарий, ну пусть она до 100 долларов упадет с 7 тысяч, с 6 тысяч, то в этом случае что делается? В этом случае этот объект, это, как правило, мы все знаем, что это волатильное явление, объект останавливается, люди отпускают домой, в течение года-двух, когда восстанавливаются цены, объекты запускаются заново, они начинают... Конечно, остановка и запуск – это стоит определенных денег, но тем не менее ценность актива не падает, она восстанавливается. У нас 2-3 минуты остается, пару вопросов успеем еще ответить. Вкратце, Тимур, что получает фондовый рынок от выхода MSB на такие IPO? Фондовый рынок получает идеи, то самое, чем рынку всегда катастрофически не хватает у нас. Не хватает красивых, ярких компаний, на которых можно будет заработать. Нам кажется, что BAST как раз та компания, на которой можно будет заработать, это будет некая дополнительная мотивация вообще на фондовый рынок приходить для инвесторов. И какие IPO еще можно ожидать в ближайшие месяцы, этой весной, может быть, летом? На самом деле, бум IPO в мире продолжается. На Западе куча компаний выходит на IPO. Буквально в этом месяце выходит крупнейший регистратор доменных имен – компания GoDaddy на рынок. То есть большинство доменов в зоне Ком зарегистрировано сейчас с этой компанией, и они доросли до этого момента. Мы рассчитываем, что мы выведем до конца года еще, может быть, пару казахстанских компаний, но пока не готовы называть их. Рустам, какая ситуация на рынке инвестиций? Потому что в последние месяцы в связи с ценами на нефть и курсом рубля было замедление на рынке. Сейчас оживились операции финансовые. Ну, говоря о рынке горнорудных компаний, я могу отметить, что мы видим однозначное замедление на рынке слияния и поглощения именно объектов на этапе разведки. Мы потеряли, мы не видим спроса на месторождения, которые требуют инвестиций в разведку и завершения технологического регламента. Но, тем не менее, мы видим хороший спрос на объекты, которые уже генерируют определенный денежный поток. Спасибо, Рустам, за участие. Спасибо, Тимур. Успехов вам в вашей работе. До встречи. Спасибо. Большой залог, ежемесячные проценты и масса другой нагрузки. В отличие от банковского кредита, инвестиции работают по-другому. Если есть прибыль, вы делитесь, а если нет, то инвестор ничего не получает. Он сильнее рискует деньгами, но при успешном бизнесе имеет больше, чем банк. Вот такое сотрудничество, о котором мы говорили с партнером RCG Рустемом Аспановым и генеральным директором инвестиционной компании Freedom Finance Тимуром Турловым. Овел реальный сектор. Магомед Аслаханов, берегите время, оно все расставит по своим местам. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова